Добрый день, дамы и господа! Всем привет, Адит из Солнечной Канады! Сегодня мы с вами пойдем, угадайте куда... Если вы внимательно посмотрите, то я думаю, что вы поймете, кроме всего прочего, в названии написано, где мы с вами гуляем. Вот эти вот платья, которые только что проехали у нас, это такой типичный-типичный, знаете, продукт H&M, который они выпускают очень-очень много лет. У меня было одно такое платье, но они из года в год продолжают их делать. Вообще в H&M есть удивительные, есть несколько фасонов, которые они уже лет 10 подряд выпускают. И совершенно не думают как бы останавливаться. Ну, в общем, вот я вам снимаю общий такой, общий пейзаж, так скажем, магазина. Примерочные закрыты. Вот это вот я никак-никак не пойму, что происходит. Есть шоппинг-центры, в которых примерочные открыты, есть в которых закрыты. Тот же самый H&M в некоторых шоппинг-центрах примерочные открыты. В нашем городе примерочные закрыты, поэтому примерки будут сегодня только верхней одежды, которые я смогла, так сказать, произвести перед зеркалом. Значит, что я заметила? Заметила я, что по сравнению с летней коллекцией, которая была очень цветная и очень многообразная по цветам и раскрасу, так сказать, зимняя коллекция очень однотонная, базовая и такая, знаете, минималистичная, я бы сказала. Превалируют цвета, вот защитного цвета одежда, бежевая, молочная, вот такие вот, знаете, варианты, причем однотонные. Я нашла несколько цветных вещей, я вам их покажу, но, в принципе, вот в основном однотонные вещи. Кстати, вот эта неплохая, между прочим, линяная рубашка, которая стоит всего 35 долларов. Довольно красивый цвет, такой зелено-защитный. И я прошу прощения, потому что у меня почему-то либо это мой телефон, либо освещение какое-то было в магазине. У меня такое впечатление, что там было так темно, они, по-моему, экономят электричество, наверное. Ну, во всяком случае, было очень темно и какие-то, очень попадаются, бывают какие-то темные кадры на видео, ну, как есть. Вот эти брюки тоже защитного цвета, на такой кулиске, на талии, не очень узкие, такие довольно раскрешенные книзу, того же самого защитного цвета. И вот, что у нас здесь, у нас здесь футболки. Чисто белых футболок, кстати, в H&M я не нашла, но, может быть, на онлайн можно найти, на их веб-сайте, в магазине нет. Вот видите, все с какими-то рисунками цветными, или с большим рисунком, с маленьким, ну, вот какая-то картинка всегда присутствует. Вот это вот привет, прощание, вернее, с летом, платья-парашюты, которые были так модны этим летом, ими было все завешено, они были цветные, разноцветные, всех цветов, но вот это такое черно-белое под зебру, так сказать, последний привет от лета. Вот этот милейший-милейший свитерок, мне очень он понравился, очень красивого голубого цвета, и всего лишь за 30 долларов такие красивые пуговицы со стразами. Кстати, вот этот вот фасон пола был очень модно в прошлом году, всех-всех вариантов, топов, и, по-моему, он продолжает быть модным в этом году. Вот это тоже такая модная история в этом году, вот такие вот квадратные выреза, их делают на свитерах, на платьях, в общем, это очень женственно красиво. Вот белый был такой пушистый свитерок, и был такой черный-бежевый, качество так себе не очень, даже, по-моему, на видео видно, что выглядят они достаточно как-то так бедненько и убогенько. Ну, неважно, зато цены не очень высоки. Очень красивое, вот, хотела вам показать, вот это платье, тоже, так сказать, привет из уходящего лета, белое хлопковое платье с вот этой вышивкой шитьем, сделано спереди и на рукавах, очень симпатично, очень мило. Вот, хотела вам показать такую композицию у входа, обычно у входа ставят самые трендовые вещи на манекенах, и они развешаны на вешалках. Как вы видите, вот, посмотрите на цвета, видите, все такое бежево-бежево-молочное, очень спокойно, очень-очень минималистичные цвета. Вот это мне понравилось платье, понравилось, вы знаете, оно всего лишь 20 долларов стоит, оно интересное, необычное, единственное, что вот этот шов спереди на животе, он все портит. Но если на него надеть сверху вот тот вот самый молочный жилет, который был, ах, опять цвет испортился, ну, в общем, который был на манекене, надет на это платье, мне кажется, будет очень-очень неплохо. Это из кожзаменителя брючки симпатичные, тоже они были на манекене, и вот этот свитер из такой, знаете, грубой вязки, вот он на манекене, как будто бы бабушка связала. Его, кстати, тоже, если надеть сверху на вот то вот белое платье, мне тоже, кажется, будет неплохо. Или даже вот этот кардиган. Я люблю такие кардиганы, знаете, немножко такой старомодный бабушкинский кардиган. Вот еще один тренд тоже с прошлого сезона, который плавно переполз в этот. Такие клетчатые рубашки-куртки были очень-очень модны в прошлом году. 80 долларов она стоит, довольно дорого, я, если честно, не очень поняла, почему, потому что пальто, потом я вам покажу, стоит 70, а вот эта вот курточка стоит 80, странно. Вот эта вот рубаха из кожзаменителя тоже тренд из прошлого года, который перешел в этот год. Такая рубаха на кнопках, которую можно использовать как курточку или можно использовать как топ. Очень вошли они в моду в прошлом году и остались в моде и продолжают продаваться. Зара их продает, вот H&M. Вот пальто. Значит, вся верхняя одежда в H&M была за 69,90, значит, за 70 долларов. Вся абсолютно такие пальто и такие, вот эти вот такие более летние пальто без подкладки. Были черные и серые, еще было потом розовое, я вам покажу. Розовое мне очень понравилось, я даже его примерила, но попозже покажу. А вот это такая общая панорама магазина. Посмотрите цвета, вы видите, да? Бежевая, еще бежевая, еще раз бежевая, еще более бежевая. Ну, в общем, вы понимаете, о чем я, да? Вот такая вот картина у нас в этом сезоне. Еще один вот такой же свитер, который, в принципе, вот из такой, как будто бы ручной вязки. Мне очень нравятся такие свитера. У него еще какая-то оборка по плечам идет такая, в общем. Ну, вот как будто бы, знаете, самовязанные домашние вязки свитер. Красивый, мне нравится эта идея. Но, опять же, все вот такого вот бежевого цвета. Ну, тренд, что поделать. Розовое пальто. Вот такое же, как черное и серое. Вот это розовое пальто без подкладки, летнее, довольно легкое пальто, 69 долларов. Очень симпатичное. Померю, вам потом покажу. Не переключайтесь, оставайтесь со мной. Если вы хотите посмотреть примерку. Да, вот интересное платье в горошек, такое, знаете, прозрачное, но оно было с подкладкой. И, ну, интересно, выглядит довольно... Тоже, как бы, это не новый тренд, но существующий. Шубка Тедди. Довольно приятная на ощупь, мягкая. Сколько? Тоже 69,99. Не удивляюсь я, потому что вся верхняя одежда стоила вот в одну и ту же цену. Даже удивительно, потому что обычно все-таки пальто и шубы, они все, как бы, стоят по-разному. И вот еще одно пальто, тоже 69,99, тоже очень красивое пальто. Я тоже его потом померю, покажу. Оно очень красиво выглядит, очень хорошо сидит. И, конечно, я была бы не я, если бы я не нашла чего-нибудь цветного, разноцветного в цветочек. И я нашла такую группу одежды, которая вся была, по-моему, одинаковой или очень похожей расцветки. Было два вида платьев и юбки. Вот это одно платье, такое длинное. Вот это второе платье, короткое, немножко с другой тканей. Мне кажется, что это немножко расцветка другая, но очень похожая на первое. И вот эта вот юбка, которая тоже, по-моему, не пойму я той же самой расцветки или немножко другой. Ну, в общем и целом, очень похожая на два предыдущих платья. И вот еще одно что-то в цветочек, такая синяя молочная юбка. Она не очень яркая, но, тем не менее, она не однотонная. Вот это были, пожалуй, несколько вещей, не однотонных, а цветных, которые я нашла в магазине. Толстовки. Вообще, толстовки – моя любовь этой осенью. Мне очень нравится сочетание толстовки и пиджака, толстовки и тренча. Мне кажется, это как-то по-молодежному, современное. И вот если особенно выпустить капюшон наружу, на пиджак и на тренч, ну, это не новый тренд, как бы, ну, я, до меня он дошел вот только сейчас. Очень-очень мне понравилась вот эта вот толстовка, мне понравился ее цвет. Во-первых, мне кажется, что это будет очень хорошо выглядеть с джинсами. Легкая такая надпись какая-то, ненавязчивая, не очень яркая, не очень броская, но, тем не менее, толстовка не однотонная, а что-то такое на ней там написано. Я, честно, не поняла. Не то по-французски, не то по-английски, не то на двух языках. Я читала-читала и, в общем, как-то нет. Вот очень интересная идея. Значит, Харвард написано, да, но вы все знаете, что в Америке все университеты имеют, так сказать, свой мерч. То есть выпускают майки, футболки, толстовки с надписью, с названием университета. И вы, значит, вот гордо, если вы учитесь в Харварде, то вы можете купить у них толстовку с их надписью Харвард и гордо в ней ходить, чтобы все думали, что вы учитесь в Харварде, чтобы все знали, вернее, что вы учитесь в Харварде. Но вот не обязательно поступать в Харвард. Поступить туда довольно тяжело, а можно купить толстовку в H&M с надписью Харвард и точно так же гордо ходить в ней. И вот та же самая история. UCLA – это университет Калифорния, Лос-Анджелес. Это один из самых престижных университетов в Соединенных Штатах. Вы тоже можете делать вид, что вы там учитесь. Так, примерки. Хотела вам показать. Вот это мой образ сегодня. Вот это платье, вы все его знаете. Я очень много его носила. Показывала очень много в своих видео. Очень его люблю. Такое, знаете, цветочек, в общем-то, летнее. Но я с ботинками и с кожаной курткой ношу его сейчас, когда стало прохладно. Вот это розовое пальто, которое я примеряю. Оно неплохо сидит. Оно довольно неплохо выглядит. Я бы даже сказала, что оно выглядит дороже, чем оно стоит. Это размер смол. То есть оно очень большимерит. То есть если я надела размер смол, еще на платье, в общем, как бы оно довольно просторное, довольно большое. В магазине было одно зеркало. Я не знаю, куда они. Они убирали все зеркала куда-то. Единственное зеркало было в мужском отделе. Я с трудом его нашла. Я не знаю, что за идея с зеркалами, почему они все их поубирали. Но вот во всяком случае. Факт остается фактом. И в него стояла очередь. Потому что примерочные закрыты. И девчонки, кто хотел что-то примерить, они, значит, надевали вот какое-то пальто. И вот шляпу я нашла. Стояли в зеркало, смотрели, значит, пытались на себя что-то надеть. И вы увидите потом там, в общем, девчонки меня как бы поджимали. Потому что долго крутиться у зеркала я не могла. Потому что было много желающих померить и посмотреть на себя. Вот эти шляпы. Мужские, кстати. В прошлый раз я шляпу примеряла. Мне как-то мужские шляпы не очень понравились. А в этот раз вот две вот эти вот шляпы серые и такая цветок Camel. Очень неплохие. Они стоят по 20 долларов. По-моему, очень неплохо выглядят. Присмотрюсь к ним. В общем, вот. Второе пальто светлое, которое я вам обещала померить. Оно с поясом. Оно очень тоже неплохо сидит. Очень хорошо выглядит. Мне очень оно понравилось. За 70 долларов я вообще считаю прекрасную покупку. Потому что выглядит оно довольно дорого. Элегантно. В общем, как даже не скажешь, что с H&M. Не знаю, как оно носится. Потому что ткань такая немножко с ворсом. Возможно, что оно скатается через какое-то время. Но трудно сказать. Вот видите, девочка в рубашке в клетку. Померила ее, подходит и стоит, ждет, чтобы я освободила место у зеркала. Мне пришлось стойти. Померила со шляпой вот это вот пальто серое. Шляпа великовато мне. У них там были размер large, medium. Мне надо шляпу размер small. Я поищу, если я найду, может быть, я ее себе куплю. Действительно понравилась мне эта шляпа. Вот еще раз показываю вам это пальто. Опять какой-то свет не очень хороший. Но вы видите, вблизи из какой оно сделаны ткани. Ткань немножко в елочку. И такая, знаете, немножко с таким борсом. Выглядит очень неплохо. Просто очень. Значит, что хочу сказать. В магазине было очень много людей, невероятное количество людей. Я просто удивилась. Причем людей очень пожилых, которые, в общем, ну, я не знаю, зачем они сейчас ходят по магазинам, когда, в принципе, такая ситуация не самая лучшая для пожилых людей. Ну, не то, что я призываю запереть их дома, но как бы магазин H&M – это не самое такое необходимое место, куда нужно ходить. Если вы хотите, выходите из дома, можно гулять по паркам, лесам, в общем, лугам и так далее. Все, девочки, такой у меня получился шопинг-влог. Увидимся в следующем видео. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вам было интересно. Люблю, целую. Пока-пока. Бай-бай.